За круглым столом казаки Анапы и депутаты совета города-курорта собрались, чтобы обсудить вопросы, касающиеся системы казачьего образования с использованием современных технологий. Поговорить о роли казачьей семьи и какой должна быть подготовка кадетов к службе на благо Отечества. Работа казаков всегда видна, говорит атаман Анапского районного казачьего общества Валерий Плотников. Казаки принимают активное участие в общественной и политической жизни города, ведут работу по воспитанию молодежи, обеспечивают общественный порядок. Мы охраняем общественный порядок, занимаемся этими, занимаемся патриотическим воспитанием детей и все это лежит на нас. И мы это делаем с удовольствием. Анапский район сейчас стоит на первых местах в кубанском казачьем войске. На нас люди равняются. О высоком авторитете казачества говорят и другие факты. Анапские казаки являются депутатами законодательного собрания Краснодарского края, депутатами совета города-курорта Анапа. Районное казачье общество является одним из учредителей российского фестиваля «Казачок», который на Анапской земле стал уже традиционным. Казаки поставили перед собой цель – в скором времени создать в Анапе центр казачьей культуры. Мы хотим создать центр казачьей культуры. Не надо там центры разных, их много создавать. Есть один центр казачьей культуры, который будет учить наших детей, нашим обычным казачьим. Как правильно, как раньше провожали в армию казаков, как играли свадьбу казачьи. Учить правильно танцевать и петь. Возрождение казачества начинается с кадетских классов. В Анапском районе их 20. Каждый год открываются новые. В 2013 году такие классы были открыты в 6-й школе и в 12-й. Надо отметить, что в 12-й школе их уже 6. Ребята изучают православную культуру, историю казачества, декоративно-прикладное творчество, принимают участие в военно-спортивных играх, демонстрируют на парадах строевую подготовку. Анапское казачество гордится, что кадетов обучают учителя, преданные православной вере и отечеству. Учитель физкультуры и ОБЖ Анатолий Кислухин отмечает казаки, растит из мальчишек, настоящих защитников Родины. Кислухин, да он из них уже, я не знаю, защитников Родины сделал, детям еще 10 лет всего лишь. Они уже автомат разбирают, как спецназов, понимаете, с закрытыми глазами, быстрее всех, воинская дисциплина, порядок. Есть перспективы и в плане обучения верховой езды. На базе спортивной детской школы номер 6 создана конюшня, в которой 38 лошадей. В данный момент казаки изыскивают средства для оплаты работы тренеров и конюхов. Как только этот вопрос будет решен, анапские казачата займутся конкуром. Нужны не только казачьи классы, но и казачьи школы, уверены казаки. Тогда ряды казачьих войск будут еще крепче. Повысится и уровень казачьей культуры. В ходе беседы выяснилось, что не во всех кадетских классах при общеобразовательных школах ведется закон Божий. Недоволен таким положением дел и председатель Совета депутатов города-курорта Леонид Кочетов. Это же национальная идея Кубани. Через казачество, через вот эти положительные подвижки, структуры, вы знаете, это же воспитание, ну, воспитание, будем говорить, человека, человека совестливого, человека с православной культурой, с православными корнями. Ну, понимаете, что православие – это основа морали и духовности нашего российского населения. По завершению выступления Леонида Кочетова на память приходят слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который отмечает, что быть православным – это не только стоять в форме вне храма и охранять храм. Быть казаком – это значит быть сердцем в храме. Светлана Авелова, Алексей Мухортов, Анапа-Регион.